В Узбекистане стартовал процесс реформирования железнодорожной отрасли. В частности, планируется перейти на рыночное ценообразование по билетам, создать несколько новых компаний, привлечь средства деловых людей, цифровизировать все бизнес-процессы, внедрить современные механизмы менеджмента и не только. Эти меры предусмотрены в соответствующем постановлении президента. Более подробно в комментарии программы. Транспорт всегда имел огромное значение в экономическом развитии в любую эпоху, в любой стране. Развитая на должном уровне транспортная инфраструктура могла стать катализатором развития всех сфер жизнедеятельности государства. Преимущества эффективного и хорошо управляемого железнодорожного транспорта могут повысить конкурентоспособность экономики в целом как на внутреннем, так и на мировом рынках. Благодаря достаточно развитому железнодорожному транспорту можно увеличить мобильность рабочей силы, что позволит улучшить экономическое состояние отдельных отдаленных от городских центров регионов, что особенно актуально в частности для Узбекистана. Кстати, как отметил глава государства на совещании по приоритетным задачам реформирования данной сферы, за последние 7 лет количество промышленных предприятий в Узбекистане выросло до 110 тысяч. Объемы экспорта в прошлом году увеличились с 1,6 раза и достигли 19 миллиардов долларов. Эти факторы создавали предпосылки для роста грузооборота на 30%. К сожалению, было подчеркнуто, что железные дороги серьезно отстали от сложившихся в республике тенденций. Полного совершенствования требует менеджмент естественной монополии. А именно акционерное общество Узбекистан Тимар Юлара принято постановление президента о мерах по коренному реформированию сферы железнодорожного транспорта республики Узбекистан. Данное постановление фактически это полная реформа железных дорог на новый уровень. Мы получим инвестиции, мы получим развитие железнодорожного транспорта как в грузовом направлении, так и в развитии пассажирских перевозок. А также это выход на внешние рынки уже самой железной дороги. Иметь уже подход мультимодальной логистики. Сегодня железная дорога Узбекистана является еще и промышленной компанией. То есть задача стоит в короткое время реформировать железные дороги. Как в перевозках и сервисе, точно так же и в промышленности. Постановлением предусмотрено полное изменение структуры отечественной железнодорожной компании. В ее составе до 1 января 2024 года будут организованы следующие профильные подразделения различной формы собственности. По обеспечению деятельности дорожного хозяйства, электроснабжения, работы сигнальной службы и связи, а также единого диспетчерского центра и грузовых станций, создается акционерное общество «Тимариул инфратузельма» для осуществления грузоперевозок, ведения и развития парка грузовых вагонов и контейнеров, налаживания мультимодальных перевозок в формате «От дверей до дверей». Организация логистических центров и терминалов начнет свою деятельность акционерное общество «Тимариул Карго». Для оказания услуг пассажирам высокоскоростных электропоездов организуется работа акционерного общества «Тимариул Экспресс». Для обеспечения деятельности вокзалов, входящих в состав акционерного общества «Устимариул Оуче», постановлением президента создается общество с ограниченной ответственностью «Тимариул Вакзаллара». В свою очередь за перевозку пассажиров на загородных направлениях будет отвечать общество с ограниченной ответственностью «Шахара Трофыда Юлауча Ташиш». Помимо этого, за состоянием социальной инфраструктуры в составе железных дорог, детскими лагерями, объектами здравоохранения, культуры и спорта будет следить учреждение «Тимариул» и «Штимуае Хазматлар». Суть документа заключается в том, чтобы реформировать полностью узбекские железные дороги. Это будет холдинговая компания с отдельными акционерными обществами. Например, «Ути Карго» — это будет компания, которая будет отвечать за местные перевозки грузов, а также за международные перевозки грузов. До этого было одно единое акционерное общество, и под крылом акционерного общества были и перевозки грузов, и перевозки пассажиров. И всем этим занималось одно управление всего акционерного общества. Сейчас мы разделяемся на группу компаний, и каждая компания, каждое акционерное общество будет отвечать как за свою экономику, так и за сервис. Достаточно серьезно на формирование ценообразования в сфере влияли скидки на тарифы по перевозке грузов по местным, а также экспортно-импортным направлениям. Согласно документу, с 1 января 2024 года они будут устанавливаться исключительно постановлением Кабинета министров, за исключением преференций, согласованных с железнодорожными администрациями двух или более стран. В постановлении отмечено, что перечень скидок на грузоперевозки планируется утвердить до 1 декабря этого года. Значимой поддержкой для перевозчика станет то, что с 1 января 2025 года все убытки за перевозку пассажиров, за исключением скоростных электропоездов, а также суммы, не оплаченные в результате предоставленных скидок, будут покрываться за счет бюджета. Провозная плата высокоскоростных поездов Афросиап будет регулироваться самим холдингом Узбекистан-Темариулары, а не государством. Что это значит на сегодняшний день? Цены на скоростные поезда будут регулироваться самим холдингом Узбекистан-Темариулары. Это не означает, что холдинг будет цены повышать в какой-то геометрической прогрессии. Ни в коем случае, кроме высокоскоростных поездов, у нас есть еще поезда «Экспресс», у нас есть обычные поезда для перевозки пассажиров. Цены на данные поезда будут регулироваться государством. Но и это еще не все. До 1 января 2027 года вводится нулевая таможенная ставка на ввозимые предприятиями железнодорожного транспорта, различные механизмы и оборудование для погрузки и разгрузки составов. К тому же до 1 января 2026 года предприятием в структуре акционерного общества Узбекистан-Темар-Юлары между собой разрешается продавать, брать в аренду, покупать, поставлять товары и оказывать услуги на основе прямых договоров. Для производства грузовых пассажирских вагонов и уличения действующих массажей промышленных предприятий Узбекистан-Темар-Юлары в целях наращивания экспорта руководством республики выделены кредитные средства в размере 150 миллионов долларов, которые в дальнейшем создадут для увеличения мощности данных заводов. Это в свою очередь создаст возможность для предпринимателей приобретения выпущенных грузовых вагонов, долгосрочный кредит с последующей приватизацией данных вагонов. Весь комплекс мероприятий позволит постепенно создать в сфере здоровую конкурентную среду, привлечь средства деловых людей, цифровизировать все бизнес-процессы, внедрить современные механизмы менеджмента и более полно использовать транзитные возможности республики. При этом будет укрепляться финансовое состояние предприятий и организаций сферы. За счет подотчетности повысится операционная эффективность. Все-таки хотелось бы, чтобы под стук колес рождались новые творения и поднималось настроение, а не возникало желание передвинуть стрелки часов, дабы побыстрее покинуть вагон.